В этот день 9 февраля родились поэты Василия Жукова, а отец русского романтизма в литературе. Анатолий Кони – знаменитый русский юрист. В этот день 9 февраля 1818 года издан первый том «Истории государства российского Николая Крамзина». 9 февраля 1897 года проведена первая перепись населения в Российской империи. 9 февраля 1904 года император российский Николай II издал манифест о войне с Японией. В этот же день произошел миравный бой крейсера «Варяг» и японской эскадры. В мае 1901 года в порт Кронштадта прибыл новый красавец корабль. Только-только с американской верфи, большой, изящный. Как отметили свидетели события, внешне он был похож скорее на океанскую яхту, нежели на боевой крейсер. Под звуки военного оркестра на большой рейд вошел изящный крейсер в ослепительно белой парадной окраске. И утреннее солнце отразилось в никелированных стволах орудий главного калибра. 18 мая, знакомиться с «Варягом» прибыл сам император Николай II. Царь был пленен. И вот не прошло и три года, как все тот же государь Николай встречал в своей столице экипаж этого ослепительно красивого корабля. Да только с ними не было их крейсера. В феврале 1904 года он пошел на дно Зимнего моря у берегов Кореи. Многие моряки полагали, что на родине их встретят неприветливо. Все же за проигранные сражения награждают редко, но их встречали как героев. И они прошлись, эти спешенные моряки, по Невскому проспекту. Им рукоплескали тысячи петербуржцев. Сам государь приветствовал их теплым словом. «Я счастлив, братцы, и видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов, которые совершили их на Азове и Меркурии. Как же так вышло, что моряков награждали и чествовали за бой сущности неудачной, в котором они потеряли свой корабль? Зимой 1904 года крейсер 1-го ранга «Варяг» и канонерская лодка кореец находились в порту Чимульба, вовсе не с боевой задачей. Они обслуживали русское посольство в столице Кореи Сеуле. Как позже оказалось, японцы, готовясь к войне, уже перерезали телеграфное сообщение маленькой эскадры с основными силами в порт Артуре. Поэтому капитан крейсера Руднив о начале войны узнал совершенно неожиданно. Там же, на рейде в Чимульба, находились корабли нескольких мировых держав. И вот 9 февраля 1904 года в 7.30 утра японский адмирал Урио Сатакити отправил всем нейтральным судам предупреждение, что скоро здесь может начаться бой между его силами и двумя русскими кораблями. Спустя два часа об этом на английском корабле «Талбот» вдруг узнал и капитан Руднив. Суть японского предупреждения состояла в том, что российские вымпелы должны покинуть Чимульба, иначе их атакуют прямо в порту среди нейтральных кораблей. Капитан Руднив посоветовался с командой, и было принято решение выдвигаться навстречу японцам, принимать неравный бой. Вид русских кораблей, что идут из бухты навстречу гибели, произвел глубокое впечатление на всех, кто был тогда на рейде. Французский капитан Сенас. Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на верную смерть. На русских палубах играл оркестр, им салютовали итальянцы, американцы, даже британцы, которые были настроены максимально дружелюбно к японцам. Они давали честь русским морякам. Иллюзий не было никаких, из речи Руднива перед командой. Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть. Бой был жестоким. За это время варяг, согласно рапорту его командира, выпустил по противнику 1105 снарядов. Но силы были слишком неравными. На стороне японцев шесть крейсеров и миноносцы. Адмирал Уриу подавал сигналы с предложением сдачи. Израненный варяг не ответил. Руднив только приказал открыть кингстоны и затопить крейсер. Канонерку корейцев взорвали, но в руки врагу ее не отдали. Австриец Рудольф Грейнс вскоре написал стихотворение в честь русских моряков. А уже перевод этих строк стал текстом всем известной песни «Врагу не сдается наш гордый варяг». Государь наградил всех участников того боя. Даже японцы вручили капитану Рудниву высший орден своей империи. Орден восходящего солнца. Этот поход навстречу гибели произвел впечатление на весь мир. Даже на врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова